Всем привет дорогие друзья, с вами Слава и канал ноутбук 31. Контент нужно как-то разнообразить, именно по этой причине у меня сегодня для вас два интересных гаджета. Это белый смартфон от компании Samsung, на который пописал маленький ребенок. В этом видео разберем телефон и посмотрим, что могла натворить детская неедкая субстанция и целесообразно ли это чинить. Ну сильно не воняет конечно так как у кошки. Ух ё-моё. А также несравненная Яндекс станция, клиент принес ее на ремонт с причиной, перестала заряжаться. Ну а мне стало чертовски интересно и я решил посмотреть ее внутреннее устройство, а заодно выявить причину незарядки Алисы. Стало интересно? Тогда присаживайтесь поудобнее, лучше ничего не наливайте, а накладывайте и погнали, будет интересно. А местами еще и полезно. Друзья, для запуска сложных проектов, связанных с анализом данных, обработкой медиафайлов и обучением нейросетей, необходимы видеокарты. Если вы не готовы сейчас вкладывать ресурсы в покупку собственного оборудования, то вы можете арендовать видеокарты в выделенном или облачном сервере от компании Selectel. Selectel – это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. А в 2023 году облако с GPU от Selectel стало лучшим среди всех российских провайдеров по версии CNews. Серверы с GPU помогут решить требовательные задачи вроде 3D-моделирования, работы с графикой, обработки видео, машинного обучения и многого другого. Для этого у провайдера есть большой и гибкий выбор железа, так что любой проект сможет найти решения, подходящие по бюджету и мощности. Сервер с GPU можно выбрать из готовых конфигураций на сайте, они уже собраны, протестированы и готовы к работе. Кстати, облачный сервер можно арендовать даже на час по цене от 52 рублей. Или вы можете собрать собственный выделенный сервер по индивидуальным требованиям. Все серверы Selectel по умолчанию соответствуют стандартам 152 ФСЗ Российского закона о персональных данных, а также есть бесплатная техническая поддержка, которая в любой момент решит все возникающие вопросы. Заказать идеальный сервер с видеокартами можно всего за несколько минут в одном окне браузера через удобную панель управления myselectel.ru. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru и заказывайте сервер с GPU для решения сложных задач. Вперед! И начнем, пожалуй, со смартфона от компании Samsung Electronics. Визуально он в идеальном состоянии, но есть нюансы. Так, ну сильно не воняет. И начнем, пожалуй, с предыстории. Так, в общем-то, со слов клиента, этот ноутбук ребенок описал, поэтому телефон перестал включаться. Давайте смотреть, что с ним. Этот смартфон подвергся дикому стрессу со стороны маленького ребенка, практически грудничка, после чего пропало изображение с экрана. Разогревал корпус телефона на вакуумном сепараторе до 85 градусов. Кстати, я думаю, уже многие догадались, хотя бы по названию видеоролика, что это Samsung A51, то есть A515F. И ни для кого не секрет, что здесь стоит оригинальная самсунговская матрица, типа амулет, тонкая. Которая, ну очень чувствительная к внешним факторам, но компенсирует она это своими сочными цветами и технологичностью. И при помощи пленочки заднюю крышку отклеиваю с использованием или добавлением спирта. Готово, заднюю крышку отклеил и осматриваю ее на предмет залития. Здесь я обратил внимание на следы окислов, они виднеются еще на верхней части. Чувствую, меня ждет веселуха. Далее откручиваю все винты крестовой отверткой. Покупал в Белгороде на оптовке. На этом этапе обязательным условием является вытаскивание сим-лотка. Там же присутствует флешка на 32 гигабайта. Отщелкиваю все защелки по периметру и снимаю заднюю часть. Попутно проверяю насколько все критично. Давайте посмотрим что же там внутри. Очень любопытно. Я думал он сначала пошутил, что он это, ребенок обослил. Но на самом деле, на самом деле вот уже видно следы детской субстанции. Но сильно не воняет конечно так как у кошки. Ух, е-мое. Вот это прям конкретно. Да. Срочно надо обесточивать плату. И тут мне развернулся весь масштаб бедствия. Есть пробитие, как говорится. Весь удар на себя приняла нижняя часть. То есть субплатка с разъемом зарядки, антенной и коннектором под амулет дисплей. Что печально на самом деле. Без слез не взглянешь. Корпус еще можно отмыть. Кстати только получается материнку не зацепило. Это замечательно. Может быть получится восстановить. На первый беглый взгляд да. Перспектива налицо. Но все не так просто. Отщелкиваю межплатный шлейф и осматриваю его. Межплатный шлейф не пострадал. Повезло. Далее отщелкиваю все навесные элементы и снимаю нижнюю плату. В данный момент ее состояние мне больше всего интересно. Платка пострадала с обеих сторон. Думаю это можно отмыть. Коннектор дисплея с виду целый. И все благодаря поролону. Который приклеен с обеих сторон с завода. Влагозащита так сказать. Само собой проверяю и ответную часть. Сам шлейф дисплея. И молюсь компьютерному богу. Чтобы внутрь не затекла вода. Ну а если быть точнее детская субстанция. Шлейф дисплея оказался целый. Не окисленный. И это внушает перспективу на дальнейшие действия. Приступим к ремонту. Материнская плата, которая основная, вообще не пострадала. А значит нужно работать с нижней частью. Заклеиваю микрофон каптоновым скотчем. Чтобы туда не попала отмывочная жидкость. Далее хочу оговориться. Что на момент ремонта этого телефона. Ультразвуковой ванны у меня еще не было. И отмывал я платы старым дедовским способом. Который тоже эффективен во многих случаях. Готово. Вся налипшая грязь успешно удалена. Осталось только пропаять все места, которые так или иначе коррозировали. И припой нужно обновить. Готово. Нижняя платка теперь в нормальном состоянии. И посмотрите, какая стала мутная вода. Также с корпуса нижней части аналогично удаляю следы детской субстанции. Пользуюсь салфеткой, смоченной бензином-калошей. Также пользуюсь щеточкой. И давайте заценим результат. Теперь меня полностью все устраивает. Можно собирать всю единую конструкцию и проверять. И далее надеяться на чудо, что вот в это технологическое отверстие ничего не просочилось. В чем я очень сомневался. Подключаю все необходимые шлейфы, коннекторы и аккумулятор. Включаю смартфон. Да, да, да. Изображение успешно появилось. Samsung Galaxy A51. Secured by KNOX. Ожидаю загрузки операционной системы. Подключаю на горячую флэш-карту и... Ого! Что это было? Изображение ни с того ни с сего позеленело и запрыгало, как зайчик. Здесь давайте остановимся и сделаем небольшую паузу. Я вам хочу показать вот этот угол. Все-таки есть дефект дисплея. Печально. И после этого дисплей потух. Но может быть этот Samsung просто разрядился? Давайте поставим на зарядку. Подключаю оригинальный кабель Type-C. Что-то я переживаю за телефон. Смартфон никак не реагирует на это действие. Нажимаю на кнопку включения. У нас есть изображение, но оно дефектное. Что означает, что смартфон загрузился. Но в системе экран не работает. И кстати, флэш-карту я на всякий случай демонтировал. Это совпадение. На работу изображения влиять не должно. Оказалась картинка. Начала загрузка. Все было хорошо. Но потом раз и зеленый экран появился. Интересно. И все на этом. Теперь при подключении зарядки и нажатии на кнопку А51 молчит. Изображение вообще никакого не выдает. Пришлось еще раз его разобрать и снять заднюю крышку. Передернуть все шлейфы. Но это не помогло. Налицо проблемы с экраном. Без последствий не обошлось. За кадром на сепараторе подогрел экран до 70 градусов. И это дало результат. Изображение появилось, но тачскрин не реагирует. За кадром я еще раз перепроверил все шлейфы, протер ластиком, промыл спиртом и в какой-то момент все заработало. Но не идеально. Дело в том, что некоторые области не срабатывают. А в правом нижнем углу есть четкий дефект экрана. В общем, как вы уже поняли, ремонт сводится к замене дорогостоящего экрана, который стоит как крыло Боинга. А год назад, когда этот ремонт и выполнялся, был еще дороже. Клиент, к сожалению, отказался от дальнейшего ремонта и забрал смартфон в таком состоянии. Ладно, и так сойдет. О цене такого ремонта в конце видео. Ну а мы переходим к Алисе, Яндекс.Станции. Так, ну что, сегодня у нас новый гость нашего сервисного центра. Это Яндекс.Станция Алиса. Да. И первый раз я такую станцию вообще в руках держу, честно говоря. Я не увлекаюсь подобными гаджетами. Такими вещами, к сожалению, я как-то не избалован, не люблю такие вещи. Так, домашняя мультимедийная платформа Яндекс.Станция. И они же сами написали на коробке. Маркетинговое название Яндекс.Станция 2. Модель YNDX-30051. Суммарная акустическая ее мощность 30 Вт. Это все, что нужно знать на данный момент. Дата изготовления – август 2022 года. Так, и есть еще блок питания. Блок питания Яндекс.Станции. Здесь я хочу отметить, что зарядный блок питания идет в комплекте. Он уже не оригинальный, но вполне себе достойный аналог. У меня на витрине, к сожалению, таких зарядок нет. И подобных тоже. Вот, он такой тут Type-C-шный. И проблема здесь банальная. Она не заряжается. Не заряжается, не включается. То есть не реагирует ни на что. Кнопка здесь только одна – включение микрофона. Вот. Она как будто мертвая. На кнопочку не реагирует. Со слов клиента Яндекс.Станция не заряжается, не включается, не издает никаких звуков. Подозрение у меня сразу же упало на разъем питания Type-C. Ну или на системную плату. Всякое бывает. Колонка на кнопку включения не реагирует. Хотя клиент сказал, что там есть встроенный аккумулятор. Хорошо, давайте разбираться. Что это за зверь и с чем его едят. И в первую очередь давайте проверим наличие дефекта. У меня как раз таки имеется 40-ваттный блок питания, которому через Type-C кабель я могу подключить и проверить ее поведение. Подключаю зарядное устройство в разъем Type-C. И тока потребления никакого нет. И реакции тоже. Пробую перевернуть кабель и попробовать его другой стороной. О! Подожди, что это было? Вот смотрите, у нас с этого прыгает зарядка. 0,29, 0,16. Потребление не статичное, на шевеление кабеля реагирует. Похоже на неисправность в разъеме питания Type-C. Может быть он разболтался и поэтому так себя ведет. О, пошло. Если немного поджать пальцем, то как будто бы зарядка идет. 0,9. В любом случае надо разбирать, смотреть. Она некорректно себя ведет. В общем-то маломальское потребление есть, но больше реакции никакой. Дефект зафиксировали и давайте приступим к разборке. Мне и самому интересно, что же там внутри. Из каких деталей она состоит. Приступим к разборке. Сама колоночка у нас плотненькая и инструкций по разборке я не нашел. То есть это Яндекс.Станция 2, более-менее свеженькая. И как ее разбирать, я понятия не имею. В общем, начнем ремонт с задней крышки, с задней части. Смотрите, нужно отклеить вот эту вот резинку. Под ней есть винты. Начнем разборку Яндекс.Станции с нижней части. При помощи металлической, но тупой лопатки отклеиваю заглушку. Она здесь резиновая и декоративная. Держится на двойном скотче. Отклеиваю. Под ней скрыто несколько крепежных винтов. Выкручиваю все 4 крепежных винта и снимаю заднюю крышку. Так называемая корыта. Да-да, и здесь у нас тоже без корыта не обойдется. Поддон, так сказать, в идеальном состоянии. Здесь есть еще куча винтов. Ни хрена здесь. Кстати, уже доступ к разъему есть. Здесь располагается еще несколько винтов саморезов, которые, по сути, крутятся в пластик. Банально откручиваю все саморезы и уже аккуратничаю, чтобы не повредить шлейф. Мое мнение, что оно туда выходит. То есть надо ее как-то толкать. Не знаю. Далее нам понадобятся две руки и давление. Для того, чтобы колоночку разобрать, необходимо надавить на ее внутреннюю часть и, так сказать, выдавить из корпуса. Но не забываю про шлейф. Так шлейфы и рвутся. То есть тут надо отсоединить этот шлейф. Офигеть. Чуть ли ошибку не сделал. Да, но вовремя остановился. Вытаскиваем шлейф. Вот этот. Все. И теперь... И дальше выдавливаю внутрянку. Демонтирую декоративный кожух. И Алиса, можно сказать, раздета. Внутрянка во всей красе. Немного. И вот он, разъем питания, меня интересует. Да, вот так выглядит, кому интересно, Яндекс.Станция. Да, вот он, антенна Wi-Fi. Раз динамик. Два огромный динамик. Три динамик. Четыре. То есть по кругу, да? Тут светодиоды. Чуть подвылез шлейф, смотрите. То есть как бы не совсем ровно. Но мне кажется, это не влияет. Все, шлейф я не порвал. Хотя было на грани. И вот это, что меня интересует. Интересно, под каким углом надо это выкручивать. Выкручивать. Либо маленькой отверточкой. Будем смотреть. Так как у меня в первую очередь подозрение на разъем питания, а он остался на кожухе, то я думаю его в первую очередь проверить. Субплатка держится еще на двух саморезах. Откручиваю. Здесь вашему вниманию я представляю субплатку с разъемом питания. Выполнено все очень качественно, а разъем припаян вертикально. Что меня ввело в глубокий ступор? Где брать такой разъем, если он сломался, например? Осмотрев платку более внимательно, стало понятно, что ничего не понятно. Разъем вроде бы целый. Тогда в чем проблема? В плохом контакте шлейфа и коннектора? Возможно. Нужно проверять. Предлагаю осмотреть эту платку под моим аналогово-цифровым микроскопом. Для того, чтобы поставить точку в этой дискуссии. На мое великое удивление, в разъеме даже грязи нет. Не то, чтобы механических повреждений. А что же там с контактами на плате? Да все нормально. Припаяно, микротрещин или плохой пайки нет. Тогда что не так? Я не понимаю. Друзья, осмотрел плату под микроскопом. И она в идеальном состоянии. Не знаю, вообще нет никаких намеков, что здесь есть какая-то проблема. Интерфейсная часть на этой плате припаяна. Походу дело не в разъеме. Где-то я все-таки ошибся, но пока не пойму где. Или же не могу просто найти проблему. Буду искать дальше. Но для сущей уверенности решил еще это перепроверить. Подключаю к субплатке разъем питания. И проверяю напряжение при помощи мультиметра. Так, 5,3 вольта на конденсаторе есть. Большая вероятность, что проблема не в разъеме, да. Хотя сначала думали, что именно в этом. На приемке с клиент обговаривали замену разъема Type-C. А по факту разъем ни при чем. Значит дело в материнской плате. Продолжим разборку колонки дальше. Мне очень интересно, в чем же проблема. Так, ну что теперь. Снимаю верхнюю панель с платой. А что делать? Посмотрим, что там внутри, раз уж видео снимаю. Откручиваю еще по 2 винта с обеих сторон. Отсоединяю мешающие мне шлейфы. И откручиваю несколько винтов. Мне сейчас интуитивно непонятно, что зачем откручивать. А поэтому откручиваю все, что под руку попало. Короче, вот эта вся башня, верхняя часть, башка, да, голова. Она сидит прямо мертво. Вот, я поэтому 4 винта сейчас выкручу, которые доступны. И посмотрю, что под ней. Так как инструкции по разборке никакой нет. Вот, придется стать первопроходцем. Демонтирую алюминиевый радиатор. Явно он что-то охлаждает. Несколько микросхем. Опа, нифига себе здесь плата электроники. А вот перед вами мозги. Оперативная и NAND память. Wi-Fi модуль. Все распаяно на плате. Причем качественно, в духе Apple. Я про черный текстолит. Далее, очень аккуратно демонтирую материнскую плату. Так, если что, что-то есть. Смотрите. Так, тут есть еще половина. Ё-моё. Блин, боюсь, если два этих провода сейчас отсоединю, они не убегут. К ней подключены провода, достаточно толстые. И я сначала подумал, что один из коннекторов аккумуляторный. Все-таки клиент сказал, что она не заряжается. А значит, внутри должен быть аккум. Отщелкиваю оба коннектора, чтобы обесточить материнскую плату. Далее откручиваю еще несколько винтов. И все-таки снимаю светодиодную голову. Так, ну что, с богом. Давай попробуем вот так. Ага. Начало отходить, наконец-то. Все. Наплата. Такое вот качество тут. Ну, кстати говоря, очень даже качественно все сделано. Смотрите, здесь вот. Остается сама колонка и аккумулятор, скорее всего. На одном из коннекторов черные и красные провода. Логично, что это похоже на аккумулятор, который спрятан внутри. Проверяю его напряжение. Что случилось с Яндекс.Станцией, непонятно. Так, посмотрим на аккумулятор. Аккумулятор севший в ноль. Да, слушайте, аккумулятор вообще разряжен. Аккумулятор полностью разряжен. Ноль вольт. Как так-то? Что могло выйти из строя, что аккумулятор полностью разрядило? Неужели короткое замыкание? Или там нет аккумулятора? Продолжим разборку дальше. Меня интересует светодиодная голова. Фигаси, это сплошная термопрокладка. Смотрите, терморезина. Не буду ее сильно лапать. Смотрите, прямо отпечатки от микросхем названия. Все вообще четко. Ух, офигеть. А, ну это управление светодиодное и вся эта фигня. Ну, знаете, выполнено прямо очень качественно. Что, будем снимать? Я думаю, что не надо. И тут, на удивление, все сделано достаточно качественно. По аналогии с ремонтом ноутбуков, здесь решил выполнить несколько замеров. Вдруг имеется настоящее короткое замыкание. Ведь я еще не знаю, что ищу проблему там, где ее нет. Оказалось, что все замеры в пределах нормы. Как так-то? Далее я решил добраться до черно-красных проводов и узнать, все-таки, есть ли там аккумулятор. Снял динамики и оказалось, что синий-белый, это у нас один динамик 4-х, да, 4-хомный, а красный-черный другой. Вот это поворот, не аккумулятор, а колонка, которая целая. Ну вот че, бывает. И тут я решил позвонить своему знакомому и узнать информацию по этой колонке. Черт бы ее побрал. Алло, Серег, привет. Слушай, подскажи, можешь сейчас ответить на вопрос? Да, да. Вот это Яндекс.Станция долбанная, которую нам принесли. У тебя же есть такая станция? Да, такая же. А скажи, она не работает от аккумулятора? Она сетевая? Нет, там аккумулятора нет, она чисто 220. Я, короче, еще аккумулятор. Я думал, что это портативная колонка. Не-не-не, там такого не было, чисто от сети работает. Я ее в щепки разобрал просто, еще аккумулятор. Я понял. Все, я вдуплил. Все, давай, спасибо за консультацию. Е-баю, еще аккумулятор. Ха, вот. Я додумал, что у меня аккумулятор есть. Место-то есть для аккумулятора. Мне вообще непонятно тогда. Что тут сказать? Лоханулся так лоханулся. Можете попинать меня в комментариях. Но не сильно. Подытожим. В Яндекс.Станции нет заветного аккумулятора. Хотя клиент говорил обратно. Разъем питания в идеальном состоянии. Тогда что остается? Плата или зарядка? При осмотре разъема зарядного устройства, его, неоригинального, все встало на свои места. Бывают в жизни огорчения. Колонка не заряжалась из-за неисправного адаптера питания. Яндекс.Станцию я собрал обратно. В обратной разборке последовательности. В принципе ничего не повредил. Собрал по заводу. Склеил на двухсторонний скотч. По итогу, чтобы хоть как-то ее включить, я нашел в офисе зарядку, которая хоть как-то запустила эту станцию. И она действительно работает. Даже теперь ругается на ее неоригинальность. Она что-нибудь сказала сейчас. Простите, но для полноценной работы мне недостаточно мощности. Пожалуйста, подключите меня к блоку питания, который шел со мной в комплекте. По итогу, получилась смешная ситуация. Когда клиент узнал, что неисправно ЗУ, они мне не дали ни одного шанса здесь заработать. И заказали зарядку сами. А я остался у разбитого корыта, потратив на ее диагностику 2-3 часа своей жизни. Да, я сам лоханулся, что вообще туда полез. Но я и предупрежал клиента заранее, что у меня нет опыта в их ремонте. От слова совсем. Теперь есть. И этот опыт бесценный. Здесь диагностика клиенту обошлась в 0 российских рублей, так как я двигался не той тропой. А что же с Samsung A51? Все то же самое. Положительный результат сомнительный. А поэтому я с клиента, чей ребенок обписал телефон, не взял ни рубля. Пишите в ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Взяли бы деньги за диагностику и сколько? Так или иначе, я буду рад услышать ваше мнение в комментариях. И, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok